9 миллионов процентов. Вы поймете его, когда посмотрите это видео. Кстати, напишите, почему вы не хотите тратить свой биткоин. Предупреждаю сразу, при просмотре этого ролика у вас включится максимальный режим синдрома упущенной выгоды. Так что смотрите аккуратнее. А то ведь эмоции ни к чему хорошему не приводят. Вы были связаны с этим очень тесно на протяжении длительного периода времени. Вы наверняка знаете, что у биткоина сейчас даже больше скептиков, чем сторонников. Этот спор вокруг биткоина более драматичен, чем споры вокруг Теслы в Твиттере. Что у вас получилось сделать на этом невероятном росте биткоина? Биткоин действительно выглядит первоклассно, если вы взглянете на его график более глобально, начиная с самого его начала. На самом деле он очень молод. Мы сейчас говорим лишь о 10 годах существования биткоина на данный момент. Но уже можно увидеть его звездные подвиги. Когда-то он стоил практически ноль, и вот бы мы в тот момент в него вошли. Когда появилась самая первая транзакция биткоина, за одну пиццу требовали 10 тысяч биткоинов. А после, когда мы наблюдаем этот пик в 20 тысяч долларов за биткоин, мы начинаем понимать, насколько огромную доходность биткоин показал. Как мы говорили, 9 миллионов процентов. Однако одновременно с этим по пути биткоин оброс большим количеством скептиков. Сейчас вокруг него очень много скептицизма. И еще больше институциональных исследований, конечно же и регулятивных изучений. Поэтому вопрос заключается в следующем. Если вы сейчас купите биткоин, получите ли вы очередные 9 миллионов процентов? Это звучит невозможно, но посмотрите, куда более дикие вещи уже происходили за последние 10 лет с биткоином. Я уверен, вы знаете, что я жил на биткоинах целых две недели. Это было частью специального отчета, который мы делали для телеканала Bloomberg в 2012 году. В то время биткоин стоил всего лишь 600 долларов. Было очень сложно найти магазины и автозаправки, где принимали бы его. Но в некоторой степени жить удавалось. Но все же тогда биткоин редко использовался как способ проводить транзакции. Вы упомянули пиццу, а есть еще известная история о людях, которые покупали Lamborghini за биткоин. Но все равно он до сих пор не работает как повседневная валюта. Есть ли хотя бы какие-то ожидания, что однажды я смогу пойти в какой-нибудь магазин и куплю там парочку пончиков с помощью своего биткоина на моем телефоне. Очень интересно, что вы заговорили о способах использования биткоина, потому что я считаю, что понимание того, что такое биткоин и что он должен делать, значительно изменилось за последние годы. Когда биткоин изобрели в самом начале его существования и существования всей криптовалюты, задумка была в том, чтобы он заменил доллар США. Он должен был стать следующим средством обмена в будущем. Но затем с течением времени такое описание поменялось. Теперь есть множество биткоин-максималистов, которые, когда вы спрашиваете их о биткоине, отвечают, что держат его, потому что уверены, что он вырастет в цене, что это цифровое золото. Вы понимаете, что я же не использую золото, чтобы купить вещи в магазине, где принимают только доллары. Думаю, вы тоже. И это отличается от оригинальной задумки биткоина. И если мы говорим о криптовалютах, которые можно использовать для транзакций как средства обмена, существует множество других вариантов. Множество конкурентов, которые разрабатываются на протяжении последних нескольких лет. И по факту, если вы посмотрите на некоторые страны, они действительно находятся на пути перехода на цифровые валюты. Например, такая страна, как Китай. Мы видим прямо сейчас, как они разрабатывают свою собственную криптовалюту. В конце концов, существует большая вероятность, что это закончится тем, что люди будут покупать что-либо именно за эту криптовалюту, нежели за биткоин. Но удивительнее всего, что биткоин-максималисты даже не хотят покупать что-либо за свои биткоины. Ребята, именно поэтому я и не хочу тратить свои биткоины. Не для этого я их накапливаю уже столько лет. Три года я этим занимаюсь. Как же быстро летит время. Перед вами список самых прибыльных инвестиций. Если бы вы инвестировали 100 долларов в биткоин, то получили бы доходность выше, чем если бы инвестировали 100 долларов во все другие активы вместе взятые. Даже если бы вы инвестировали 100 тысяч долларов в Netflix, который входит в топ-3 самых прибыльных актива, вы бы не получили большей доходности, чем от инвестиций 10 тысяч долларов в биткоин. Биткоин просто превосходит все то, что вообще существовало в истории. На этом на сегодня все. Видео получилось коротеньким, но мне очень захотелось его сделать, когда этот шквал вопросов про то, почему я не трачу биткоины, меня окончательно доконал. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова